здравствуйте мои дорогие зрители сегодня мы с геркой и он убежал куда-то с двумя лайками поедем покатаемся на квадроциклах по вашим просьбам а то что то у меня второй канал опять заскучал роликов нет сегодня мы на двух квадроциклах взяли мы с собой ружья а вон он герка герой иди сюда ко мне взяли ружья у нас охота открыта уже на зайца и на лесу и на водоплавающую даже на косулю в некоторых охотугодиях у нас к сожалению на косульку пока путевок нет мы будем открываться чуть попозже садись место поехали поедем потихонечку покатаемся по буксу если получится речку надо будет нам опять приплывать если что добудем то покажем в общем наше путешествие начинается камыш примерно два метра спокойно идем и даже не чувствуем его вот ребята я хочу вам показать как все сгорело соответственно здесь жирности не будет никакой не утки не зайца не лисы на многие километры все сгорело весь камыш по сгорел вот такая жуть вот это мы выехали вот зеленый камыш маленько еще остался зеленая трава вернее сейчас будем пробовать переезжать речку с этой гарри уезжать отсюда попробуем сейчас переплыть реку и подняться вон там не знаю что у нас получится глубина тут примерно метра два течение сюда ну вот надо нам дотуда доплыть давай вы тут спокойно спускайся давай 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 полога давай 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 страшно чудо 1 пойдешь герой иди сюда иди ко мне давай вот видишь там пологий берег а видишь на какой обрыв тут вообще вся речка два метра высота смотри давай все вова поплыл поплыл дна уже не достает не достаешь дно бери левее должен выйти вот такие у нас все эти путешествия ну четко идет у него конечно получше с этой резиной гребет по воде что говорить теперь самое главное чтоб он вышел на берег все начал цепляться вроде вроде бы начал цепляться пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел но без пробуксовок даже как по маслу молодец красавчик сейчас я попробую квадроциклы тяжелые если придавит то будет не очень хорошо так собака сама переплывет поехали потихоньку на дна уже плывет главное сильно не буксуем а геря переплывет я не переживаю за геру и потихонечку давайте вот так вот погружается квадроцикл воду оно и течение сейчас меня потихоньку сюда снесет ну герка поплыл айда гер айда залазь так ты меня не переверни только оба только не переверни меня вот финтрейл спасает ребят я сегодня финтрейли одел забродники иначе боже мокрый был весь собака то в одно болото то в другое болото вот сейчас повернется его поворачивает сейчас он за счет цепляться он поднимется не 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 правильно правильно вот так было все уже цепляется потихоньку не газуй не надо ты роешь да я свободно поднялся ну тверденько здесь хорошо ну а пойдет кустам спокойно проехать легко вообще не напрягаясь давай 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 не напрягаясь пофигу через кусты Рада 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 поехали поехали ко мне иди ко мне Рада поехали в общем у нас так одна лайка и не перешла как мы ее только не звали Герке вообще пофигу он плавает Володя против течения попер за собакой он самец у него плавает самка не хочет в холодную воду лезть хотя летом плавал плавала охотно ручей где мы с вами судаков ловили окуней ловили щук ловили все выкарабкался ну обрыв там какой Гера ко мне Герка ничего не боится давай Герунь ко мне поехали эвакуировали мы собаку с того берега эй красавчик ну здесь прям твердо квадроцикли легко выбираются не топка все поплыл куда я он денется а вот Рада бессовестная не хочет лапы замочить она самая взрослая среди всех скажет меня приедут заберут выезжай наверное ребят мы сейчас перекусим ребята меня попросили показать как мы обедаем в частности дикую утку я сегодня только забрал их диких уточек сейчас порежем с чайком перекусим хлеба только мало взял я думал ты что-нибудь возьмешь да я что-то сегодня вообще быстро быстро и вот такая у нас сегодня уточка копченая копченая красивая уточка ребят почему ее сейчас на две части прям разделим держи тебе вот половинка и мне половинка вот попадание дроби красное мясо это принципе срезается запеченная чаек шиповником ну-ка я попробую повторюсь только сегодня забрал магазин такой не купишь сказка ну что ребят маленько перекусим и поедет дальше любоваться природой и выгуливать собак собаки как чертенок все в саже в черный маленько сейчас речки ополоснулись хоть ладно продолжаем наше путешествие может быть не найдем плюсик сутками что конечно будет навряд ли собаки ругаются друг на друга рада залезла к нам ярко к ней пристает смотрите ребят сейчас как выйдет квадроцикл мы не идем а плывем по болоту здесь просто вот такая вот лапза идем по камышу уже километра три четыре видите как волна идет и выхода нет вон как все под квадроцикл ну я тебе и говорю давай отсюда выезжать-ка вот она речка мы даже пешком не выйдем вот она речка речка да вот кусты через 500 метров да вот вот кусты я не пойму вообще сейчас попробуем на кусты взять ну тут лапза прям страшно страшно-страшно-страшно если тут засадись я тут пешком потом не выйдешь давай потихоньку за мной едем-едем конца и края нет и нет потихоньку без риска прям лапза если провалится труба рисковать не будем потихоньку будем отсюда выезжать аж страшно честное слово вот это мы залезли там может быть под лапзой глубина 2 метра пойдем потихоньку на кусты лишь бы в пропарину не попасть вроде с лапзы выбрались прям полегче тут идти поэтому ездим всегда вдвоем если где-то встал хоть одним можно квадроциклом подтолкнуть верка спрыгнул с квадроцикла что-то учуял что-то учуял что-то учуял вон одна башка торчит поищи 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 гера поищи нашли собаки бурсука хотели бы увидеть охоту с собаками на бурсука смотрите как есть все показываем все задрали добивать мы при вас его не будем ай герка красавец красавец рвется в бой все крандец бурсуку смотрим собаки отстали думаем что случилось я даже боюсь у них забирать его ай герку ухватил а но герка самый молодой тут ну ты видел он по запаху шел он прям по запаху шел укусил укусил раду укусил за морду ой за нос укусил раду азарт очмакнул вот ребят я не буду вам кадры жестокие показывать вы говорили что охота с собаками лучше пожалуйста вот смотрите когда с нормой охотимся барсук не мучиться а здесь как я вам и говорил барсука давят живьем ну вот такая охота мне она не очень нравится она менее затруднительная менее затратная по силе но она такая жестокая поэтому отключаюсь не будем показывать вам эту все жесткую картину сидеть гера сядь дай лапу дай лапу ай красавец ну это кроматеры я смотрю что то он остановился и давай вот так вот петлять 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 красавчик вообще красавчик ой молодец вез ой кормилец ну все будем володь бурсучатину готовить слушай ну уже почти середина октября а он то что то никакой вообще они уже скоро заляжут литра больше не будет уже скоро заляжут ну мясо пожарим пожарим мясо в сытом в казани вот такой вот молоденький барсучок жестко конечно с собаками норох конечно не мучается только вылазит его раз в голову и все вот собак да рвет барсук а тут видите на или мне положить жестковатая охота отмечай путевку и поехали дальше место вот он кормилец вот он вот он кормилец сидеть все поехали ну что ребят поедем потихонечку домой обдирать бурсука наверно покатушки на этом у нас сегодня закончится вон уже луну видно а вон она деревня прямо из-за деревни в собачке нашли бурсучка поэтому не прощаемся будем готовить его вместе с вами ну что ребят как и обещал будем мы с вами сегодня готовить бурсука бурсука мы будем готовить в казани ни разу его в казани не готовил всегда дома на сковороде но попробуем сегодня приготовить в казани также его отварим и обжарим ну и пока у нас закипает вода хочу передать привет своим подписчикам кто помогает следит за каналом Геннадию Растворову в частности который передал мне вот такой опять рыбацкий напиток это самогоночка настойная на вишни насколько я помню Геннадий спасибо канал у него Коми Рыбак ребята заходите и смотрите Владиславу Игоревичу из Тюмени Владиславу Игоревичу у нас не получилось всю эту воду порыбачить на соске потому что сазан в прошлый и позапрошлый год весь уснул а новая рыба у нас как бы в речку не зашла воды очень мало критический уровень она река практически высохла поэтому Владиславу Игоревичу вам отдельное спасибо также Дмитрию Анатольевичу Савелью Романовичу и Олегу Александровичу большой большой привет из Сибири спасибо ребят за вашу небольшую поддержку ну а мы сейчас начнем загружать наше мясо мой вам совет перед тем как готовите медвежатину борсучатину кабанятину обязательно проверяйте есть районы регионы где вот допустим в этом году идет вспышка трихомелезы это очень опасные заболевания поэтому проверяйте перед тем как будете готовить загружаем и забываем на буквально два с половиной часа пускай это все варится томится единственное можно добавить лавровый лист перец горошком если у вас старая небольшая то можете как закипит воду поменять но у нас казан большой и нам это не грозит видите какие жирные кусочки если вы даже второй раз воду поменяете у барсука он все равно останется жирным наваристым и очень вкусным ну и как говорил соль по вкусу вот такие вот две горсточки перец горошком можно побольше бросить и лавровый листик парочку единственное что мясо очень жирное очень много уделяется белка и нужно эту накипь удалять периодически так скажем также хочется ответить на часто задаваемые вопросы что мы сибиряги такие голодные что аж едим барсуков нет ребят тут все таки заключается уже больше не в еде а в свойстве этого мяса понимаю что вы конечно привыкли к мясу из светофора там из магнита из пятерочки которые для вас специально выращивают за два за три месяца вы этим довольны мы очень рады что вам это все нравится вырастим еще вам отправим кушайте на здоровье но мы пока к такому мясу не привыкли и наш организм его не воспринимает а барсучатина же очень полезно особенно в осенне зимний период почитайте очень много информации в интернете есть по этому поводу по мясу и по жиру недаром цена баночки литровый жира достигает 7000 рублей по жиру количество в этом году ограничено я его никогда не продавал но вот человек оставляя номер проверенный то есть там стопроцентный настоящий барсучий жир где вы можете заказать от литра либо полулитра врать не буду в общем звоните на этот номер либо пишите на ватсап и вам все ответят этот раз хочу я попробовать добавить маленечко морковки бросим ее в первую очередь нарезаем вот на такие примерно кубики ну и конечно же чеснок лука решил тоже побольше добавить ну как я и говорил в первую очередь все таки бросим и морковку ну и на финишной прямой что нам еще понадобится соль как говорят у нас лучше не досолить чем пересолить кориандр я очень люблю добавляю во все мясные блюда ну и черный перец я тоже щепоточку добавлю теперь по мясу убираем все вот эти большие кости они ни к чему мясо проварилось хорошо и косточки легко отделяется видите косточки уходят мясо остается вот примерно вот таким вот образом чтобы оно хорошо у нас повторюсь обжарилось вот такие вот кусочки получается вы слышите ребят как падают капельки дождя в раскаленный казан как он желчит отправляем морковочку это мой эксперимент просто посмотреть что будет с морковкой вот она буквально сейчас даст сок даст сок мы сразу же сюда отправляем наше мясо казан у нас хороший большой прошлый раз мы мучились в двух сковородках все это дело ой пошла жара ну что засыпаем лучок первый раз это делаю в казани мы ждем когда жарится лук до золотистой корки и будем пробовать наше блюдо вот что у нас получилось на выходе вообще борсучий жир очень противен и борсучье мясо я не сказал бы что вкусное но когда его вот так вот приготовишь то все эти полезные свойства мясные и жировые кушаешь прям с большим удовольствием давайте поскорее пробовать как я говорю я люблю ребрышки вот они сейчас мы будем с Ромкой пробовать будешь? да тебе возьму пожирнее а тебе вот пробуй горячо горячо обжарилось ребрышки сейчас молоденькие тряшки хрустяк ну честно сказать вот я жарил на сковородке и в мангале я разницу не почувствовал в принципе все то же самое поэтому и дорогие подписчики готовьте это полезное блюдо в первую очередь полезное не то чтобы его там наесть и живот набить а вот именно борсучатие оно очень полезное второе всегда проверяйте потому что даже у нас в соседних районах сейчас вспышка заболевания трихоминоза хотя у нас таких случаев ни разу не выявлено конкретно где я проживаю но в других регионах это и имеет место быть поэтому проверяйте готовьте давайте будьте здоровы ну и этот ролик скорее всего я все таки выставлю на основной канал потому что очень много вопросов с охотой на барсука поэтому давайте ребят как всегда вам крепкого сибирского здоровья не болейте всем счастливо всем пока ну как подпишитесь на канал а скотно а а ну и а а и и и